На первый взгляд, это помещение, что находится в нидерландском городе Сойст, мало чем напоминает школу. Здесь нет ни досок, ни парт, ни школьных звонков, ни даже классных комнат. 65 учеников в возрасте от 4 до 17 учатся здесь, когда хотят, как хотят и где хотят. Школьные истории. Школа Де Роймте в городе Сойст, Нидерланды. Фильм Эрика Сассе и Пауля Офнера. В школе Де Роймте учителей называют компаньонами. Они здесь для того, чтобы дети могли задать вопрос или обратиться за помощью. Обычные школы пользуются в основном внешней мотивацией ребенка, то есть приучают делать то, что говорят и решают другие люди. Мы же развиваем внутреннюю мотивацию, когда дети учатся самостоятельно принимать решения. Наша задача — создать для этого достаточную учебную среду. Главное, что дети учатся чувствовать ответственность за свои поступки, за свою жизнь и занятия, которые они себе находят. Питер Хаткемп работает частным консультантом для менеджеров. Два дня в неделю он работает компаньоном в школе, куда ходят трое его дочерей. Питер считает, что очень важно доверять способностям, заложенным в детях от природы, и не навязывать им то, что общество обычно стремится навязать как можно раньше. Если дети просят помочь, компаньон к их услугам. В остальное время он не вмешивается в их занятия. Школа Де Роемте была основана в январе 2003-го. Это одна из прогрессивных школ, которые стали появляться в Нидерландах за последнее десятилетие. В основу философии школы легли прогрессивные педагогические взгляды 60-х и 70-х. Одной из основных моделей стала известная сеть школ Садбори-Вэлли. На первый взгляд, здесь мало что напоминает учебный процесс в классическом понимании. Например, Ян Пауль проводит большую часть дня за игрой в ролевые карты. В принципе, все, что нас окружает, может стать толчком к обучению. В обычной школе учеба воспринимается как неприятная процедура, где все знания берутся из книжек. Но ведь на самом деле учиться можно по-разному. Даже, например, играя в ролевые карты, ты тоже учишься. Ну, например, читать, понимать по-английски, не говоря уже о стратегии и логике. Ян Пауль пока что не знает, чем будет заниматься после школы. Сейчас ему 16, и в этой школе он учится всего около года. В предыдущей, обычной школе, ему было очень скучно, и он ощущал, что пользы ему эта учеба не приносит. Недавно Ян Пауль всерьез заинтересовался химией. Сейчас он хочет поставить несколько экспериментов с другими учениками, и попросил помочь ему в этом Питера Хаткемпа. Ученикам разрешается пользоваться интернетом для независимых исследований. Вот смотри, пример такого эксперимента. Да, но здесь приведено несколько, а мне нужен общий обзор одного. Тогда вот что, мы забронируем лабораторию на 15 часов, и соберемся там с остальными химиками из твоей группы, хорошо? Да, а там ты еще раз зайдешь на сайт, может, найдешь еще какие-то идеи. Хорошо? Хорошо. Ну, тогда на сегодня, я думаю, достаточно. Встретимся здесь же в понедельник. Рядом со зданием школы есть большой участок земли, где дети могут пробовать себя в различных практических занятиях, например, в верховой езде. Здесь также достаточно места для различных экспериментов. Разумеется, без либеральных нидерландских законов школа вряд ли могла бы существовать. У школы нет государственной субсидии, поэтому родители платят за обучение 208 евро в месяц. Большинство компаньонов, как Питер Хаткемп, сами являются родителями и имеют основную работу. Но есть и профессиональные педагоги. А теперь попробуй сказать без микрофона, чтобы тебя услышали на задних рядах. Да, неплохо. Эта группа учеников уже несколько месяцев регулярно репетирует театральную постановку мюзикла. Флёр здесь главный режиссёр и хореограф. Флёр ван Кампеман, 15 лет. Она хочет работать в кино или театре, когда вырастет. В этой школе она уже полтора года. Сначала, когда я только пришла в школу Сёст, мне было довольно сложно. Поначалу это такой странный и непривычный период в жизни у всех. Мы его прозвали «обесшколивание». Первое время ты делаешь, что хочешь, и тебя ничего не заставляют делать. Потом тебе становится реально скучно, и вот эта уже фаза потяжелее. После этого наступает период, когда ты уже вроде свыкаешься с таким режимом, и непривычное напряжение уходит, и вместе с ним уходит скука. Но и тогда ты ещё не чувствуешь потребности что-нибудь делать конкретное. И вот только после этой фазы для тебя наступает настоящая полноценная жизнь в этой школе. И это такое радостное ощущение. Это так здорово, когда ты можешь заниматься тем, к чему у тебя лежит душа. Деньги, которые я очень круто. В школе нет учебного плана, который диктовал бы, как и когда детям следует учиться. Флёр сейчас в основном работает над постановкой, и ещё каждый день играет на фортепьяно. Критики школы говорят, что обучение здесь слишком фрагментарно, если вообще речь идёт об обучении. Однако главный принцип школы — развитие личной мотивации, умение самостоятельно решать, как и на что тратить своё время. Ибо само желание учиться есть наилучший стимул для учёбы. Другими словами, если дети что-то учат, они делают это по собственному выбору и желанию. В нашей школе учёба играет важную роль, но она не есть самоцель. Идея школы в том, чтобы дети осваивали реальные практические вещи. Когда ты делаешь что-то реальное, тогда ты учишься, тогда и есть развитие. Это контекстно-ориентированное обучение. Когда вы, например, знаете, что вам предстоит ехать в Англию, и для этого вы хотите выучить английский. И тогда у вас есть мотив учиться по-настоящему. Ещё один важный элемент — наши дети сами следят за своей успешностью. То есть, чтобы чего-то достичь, они находят оптимальный способ для себя, как это сделать. В современном мире очень важно уметь учиться. Один раз в неделю школьный круг собирается для принятия решений. Школа Де Роемте построена на принципе непротивления сторон. Каждый ученик и каждый компаньон имеет право голоса на такой встрече и может настаивать на ветировании того или иного решения. Три, два, один. Все согласны. У нас с Анной и Шианной теперь есть своя грядка в саду, и мы хотим закупить саженцев на 20 евро. А ещё нам нужен шланг для поливания, и чтобы воду наливать в паилку для лошади. Нам без него приходится каждый раз вручную и пешком носить воду. У кого возражения есть? Три, два, один. Все согласны. На первый взгляд, всё это может показаться сложным. Причина в том, что каждый ребёнок не только ученик, но ещё и организатор самого учебного процесса. Таким образом, дети постигают то, как регулируются реальные процессы в реальном обществе, как находить понимание в работе с людьми, как устанавливать рамки, как быть с теми, кто не соблюдает их, и так далее. Школьный день заканчивается в 5 часов. Среда – выходной. Из всех учеников Флёр проделывает самый длинный путь от школы домой. Она живёт в Амстердаме, и если не ночует у друзей, то дорога занимает 4 часа. Однако она не жалеет о том, что сменила школу. В этой школе я чувствую себя гораздо лучше. В предыдущей мне было не очень хорошо. Был постоянный стресс и нервы от того, что тебя постоянно проверяют, контролируют, все эти оценки, экзамены, тесты. Здесь же мне позволяют чувствовать себя свободной. И да, я на самом деле себя так чувствую. Субтитры сделал DimaTorzok